ассалам алейкум можно по подробнее о месте пребывания умерших барзахи как объясняет шеизм пребывание в нем если там очищение ад и рай по поводу барзаха барзах это то место где находится умерший уши ушедший из этого мира до судного дня то есть это некая такая остановка предназначенная для людей которые ушли из этого мира но ушли до наступления судного дня да то есть до судного дня умершие находятся в этом месте и это место называется барзахами и в аятах священного корана об этом месте неоднократно упоминается например в сотом айате 23 суры всевышний говорит ва минвара и хим барзах он или айомин или айоми юбасон что вслед за ними находится барзах вплоть до дня воскрешения теперь по поводу того что это за место в преданиях непорочных неоднократно говорится что что барзах это кабр это могила да например в аль кафе приводится придание и в хисале шейха садуга приводится придание например в аль кафе от имама сады галий саду сам приводится что передачи говорит что я спросил у имама сады галий саду сам маль барзах что является барзахом а я аль кабру мундухини маутихи ла йоу млакиямы что это могила с момента смерти и до судного дня или в хисале шейха садуга передается от его светлости имама саджада алей салата вассалам что он также сказал хуаль аля хуаль кабру что это является могилой и эти слова были сказаны как раз в толковании того аята который мы засчитали чуть ранее сотый аят 23 суры что имам саджёд алей салата вассалам сказал что барзах это адр что это могила теперь по поводу того если там очищение если там от если там рай до от рай там существует то есть там существует также наказание и наказание это начинается с первых дней смерти первых дней пребывания в этой могиле начинается все это с расспросов с допросов и продолжается вплоть до судного дня рай от и также есть рай как сказано в преданиях те же самых которые мы чуть ранее зачитали например вот вот его святость имам саджа алей салата вассалам из хисала садуга имам саджа алей салата вассалам говорит в аллахи инна лакабля кабра ларо датун мин риады джанна что могила является садом из райских садов ва хуфратун мин хуфарин нар является ямой одной из ям ада то есть могила для одних людей является райским садом для других людей является адским адской ямой это что касается по поводу того если в барзахе от и рай что касается другой части данного просто есть ли там очищение то очищение также есть потому что в преданиях об этом также неоднократно говорится что верующий очищается несколькими ступенями важнейшими из этих ступеней очищения верующего являются предсмертные муки то есть человек который тяжело умирает верующий для верующего человека обратите внимание предсмертные муки является милостью ибо те грехи которые он совершает в этой жизни он от них очищается но у некоторых верующих этих грехов настолько много что предсмертные мук предсмертных мук недостаточно для того чтобы от этих грехов очиститься и И очищение продолжается в Барзахе, ибо этот человек попадает в ад и продолжает очищаться в Барзахе до Судного дня. Некоторые из этих людей, из верующих людей, до Судного дня Барзахе очистятся. Некоторые из них не очистятся. Их грехи останутся до Судного дня. И в Судный день, опять-таки, они разделятся, эти верующие между собой разделятся. Некоторые из них сразу же после расспросов, вот эти вот, сами расспросы являются мучением, тоже являются своего рода испытанием для людей, сами расспросы, в том числе и расспросы Судного дня, которые, как говорится в преданиях, порой будут длиться очень-очень долго, миллионы, миллиарды, очень долго лет. И сами эти расспросы, и сами эти допросы являются средством очищения. Некоторые из них через это, некоторые через заступничество, через заступничество Аль-Аль-Бейт очистятся. А некоторые и на протяжении всех этих ступеней очищения также полностью не очистятся, и что-то у них останется, и они отправятся в ад, и какое-то время будут там очищаться, и потом выйдут оттуда. Это всё касается, конечно же, верующих, вот эти вот, для, поэтому для верующих вот эти вот предсмертные муки и адский ад барзаха, всё это является средством очищения. Конечно же, не дай Бог, чтобы Всевышний оставил наши грехи на эти времена, и дай Бог, дай Всевышний, дай Аллах, чтобы мы смогли очиститься от своих грехов при жизни до наступления, до начала смерти, или хотя бы посредством предсмертных мук, чтобы эти грехи не оставались до ада барзаха или ада судного дня. И своего брата также не забывайте о своих молитвах.